Харе Кришна, у меня здесь анонимный вопрос, спрашивают. На уровне ништхи преданный твердо намерен принять прибежище у Кришны. Как он поддерживает это умонастроение 24 часа в сутки? Симптомы, лакшана, умонастроение – все это лучше всего проявляется и измеряется, когда мы воспеваем Харе Кришна во время намасанкиртаны. Это как термометр. Может быть, у вас может быть много разных признаков высокой температуры, но если у вас есть градусник, то он вам точно скажет, есть температура или нет. И намасанкиртана подобно градуснику. И каков термометр на уровне ништхи? Можно сказать, что преданный более или менее становится стабильным в преданном служении. И Шрила Праппапада приводит здесь цифры, когда на 75-80% преданный утверждается в повторении, когда он слушает святое имя и его ум не витает. За исключением, может быть, единичных случаев, когда он все-таки убегает, но преданный его тут же возвращает назад. Но в основном такой преданный очень стабилен в своей намасанкиртане. Это означает, что он будет также стабилен во всем остальном, что он делает. Поэтому разные обстоятельства, трудности, всплывающие проблемы – все это не будет сбивать его с толку. Иногда что-то может его слегка отвлечь, но в целом он будет всегда сосредоточен. Это очень хорошее слово – ништха. Оно означает, что преданный утвердился в преданном служении. У него твердая вера, поэтому он утвердился. И это будет относиться ко всему, что он будет делать. Это отразится на его сне, на его раннем подъеме, на его утренней программе. На его садане и на других вещах. И далее он пишет, когда такой преданный воспевает, он видит только форму Кришны? Ну, самое большее, что он увидит – это форму Кришны. Если у него есть такое желание, если он будет следовать правильной последовательности повторения… Тогда нама-рупа, тогда да, тогда преданный увидит форму Кришны. Что это означает, что он увидит форму Кришны? Это не значит, что преданный получит даршин Кришны. Это не будет сакшат даршин Кришны, когда Кришна сам себя проявляет. Это будет мысленное представление Кришны в уме, которое основано на том, какие изображения Кришны видел преданный, каких божеств он видел, что он слышал о Кришне от других, что он читал о Кришне. И все это сформирует ту форму Кришны, которую увидит преданный. Это откровение, которое происходит по милости святого имени. Другими словами, ум преданного привлекается Кришной и фиксируется на нем. Также он спрашивает, если преданный привлекается спутниками Кришны, например, Радхарани, значит ли это, что он также увидит форму Радхарани? Да, однако это, скорее всего, может произойти на следующей стадии преданности, а именно на уровне Ручи. Но если у кого-то есть такое влечение, тогда они будут видеть соответствующих спутников Кришны. Это означает, что если вы медитируете на Вриндаван, на Кришну во Вриндаване, тогда будут спутники Кришны из Вриндавана. Вы не можете медитировать на Кришну во Вриндаване и на Рукмине. Это расабхаз, это несовместимо. Поэтому, если кто-то привлекается к Рукмине, тогда он будет медитировать на Дваракадишу. Такие естественные наши склонности будут проявляться. Как правило, уровень ништхи все еще сильно ориентирован на правила и на служение из чувства долга. Поэтому этот уровень находится под влиянием Вайди-бхакти, в противоположность Рага-бхакти. Но, конечно, такое не исключено. Поэтому, да, если вы берете соответствующих спутников Кришны, тогда да, основываясь на том, что вы слышали о них, что вы видели, вы можете медитировать на них. Да. Харе Кришна.